Ребята, я в Салехарде. Это я. Еду по улицам города. Давайте смотреть вместе. Значит, город, по-моему, одновременно большой и маленький. То есть, по размерам, по мне, так он невелик. Но по оформлению, по красоте прикольненько. Домики такие интересные. Но мне кажется, это все такое современное совершенно. Я не знаю, насколько старый Салехард. Не посмотрела годы его появления. Но я живу в каком-то таком своеобразном районе. Так получилось, забронировала гостиницу. Район со старыми домиками. И я бы назвала, может быть, как бы хрущевки. Вообще хрущевки обычно называли хрущевки, да? Там не хрущевки. Там сначала вообще подумала деревянные дома, типа барачного типа такого. но они все-таки не деревянные. Они все-таки каменные. Слушайте, по-моему, город кончился. Да. Как-то так. Реально кончился. Так. Ну, чего мы развернемся, наверное. Тут уже такая жилая зона. По-моему, тут никуда не едут. Мы развернемся и еще попробуем по какой-нибудь параллельной улице проехать. Но что-то я тоже заподозревала, что у них здесь одна основная улица и на этом все. Давайте поедем. разворачивайтесь тихонечко. О! Такие вот веселенькие детские площадки. Можем вот туда в жилую зону еще по приколу съездить. Просто посмотреть. Давайте доедем. Не знаю, есть ли там выезд куда-то. Мне кажется, что и нет. Но машины-то как-то вот стоят. Но возможно они поезжали не туточки. пожалуй, мы не поедем. Да. Однозначно. Нет. А может и туточки? Нет, нет уточки. Здесь нет проезда. Ну что, жилые домики. Жилые обычные дворы. Так. Разворачиваемся. Ничего. У них тут антенки-то стоят. Крутенько. Ай, какие. Вот какая башенка. Да, что это интересно? Просто обыкновенный жилой дом. Или это что-то о свадебных караваев предлагают. Класс. Так, едем дальше. куда-то еще пытаются увезти второй. Наверное, тут дадите как-то сюда уйти. Уй, наверное, сейчас перепугало всех водителей. Сейчас 80 метров. Если они там были. Ну, давайте повернем направо. Там домик. Что-то у них тут все в башенках. Такая любовь к треугольничкам. Смотрите, вот тут башенка. Вот там башенки. Да? Вот здесь треугольные крыши. Так. Бегают салехардцы. Бегают салехардские машинки. Повернем. Поверните направо. Ага. Вот типа до самого центра навигатор считает 500 метров. Ну, да, здесь тоже улица. Улица, улица. Ну, так чистенько, миленько. Домики все подновленные, да, нету никаких заброшенных серых, грязных. Через 150 метров поверните направо. вот какой-то дом правительства. Как раз дома правительства обычно в центре и бывают. Ну, давайте поедем по этой улочке. Поверните направо. И поедем, постоим. Я посмотрю, куда это навигатор нас направо. А, ну, все, все, Центр, центр. Ну, сейчас по этой улочке прокатимся, посмотрим, куда выедем, что мы там увидим. Давайте попробую вот так взять, а вы сможете боковое окно смотреть, что происходит. Вон там тоже салехарцы бегают. Ага, зеленый свет, а я поеду. А вы смотрите. Действительно все такое подновленное. В смысле не подновленное, а дома там. Вы ушли с маршрута. Разворот налево. Давайте-ка выключу. Вот. Вот. Домики большие. Ну, не сверх большие. Где вот была, по-моему, новая Уренгой. Да? Там, по-моему, выше дома-то. Но там опять не такие интересные. там все девятиэтажки, девятиэтажки. Высокие. Пекарня. Может, мне что-нибудь вкусненькое купить в пекарне? Сейчас люди опять пойдут. Интересно на людей всегда смотреть. Местных. Город лица. Еще какие-то здания милиция стоит. Ничего не нарушаешь. Милицию видишь, сразу напрягаешься. ой. Мало ли, что? Что, свернем? Давайте свернем. По-моему, вот, самый центр, самая красота мы проехали. И все остальное тут как бы проще и скромнее. Все не так. Ах, какая там длинная машина. Смотрите, она умудряется как-то проехать. ну, не маневренность-то круто. Сейчас попараллельнее не очень большой проволочке проехать, как держать, чтобы вам видно было. Поехали. Магает. Встречки нет. Пешеходы тут проходят. Бабушки с палочками ходят. Спортивная скандинавская ходьба. Магнит. Магнит. По всех городах. А, кстати, вот по поводу магнитной пятерочки, да, их здесь не было. Потому что не было автомобильной дороги в Салихард. Да, до Нового Уренгоя была, а в Салихард не было. Пришли магнитной пятерочка. Тут сразу два нюанса. Во-первых, они пришли с удовольствием, а потом начали ругаться на правительство Ямала, что ли, да, потому что дорога такая средняя. Ну, так себе, в общем, плохенькая дорога. Не знаю, я на легковушке очень, как бы, подкидывает, качает, волны идут, а как большие грузовички ездят, не знаю, им еще тяжелее. Это раз, два, местные предприниматели, занимавшиеся продуктами, оказались неудел, потому что, видите, все эти магниты пятерочки, они всегда идут дешевле, чем маленькие магазинчики. Ну, и вот, как бы так, то есть, разговаривала с одним бывшим предпринимателем, которому магазин пришлось закрыть, то есть, он не выдерживает конкуренции, хотя продукцию он возил хорошую, как раз, кстати, он возил продукцию из нашей Кировской области, а у нас мясо-молочка очень хорошее, натуральный продукт, нереально хороший. Так что вот, везде свои плюсы, везде свои минусы. Ну что, здесь уже не так компезно, как в основной части Салехарда. Здесь уже все попроще, но, как говорится, всюду жизнь, везде бегают люди, везде стоят машины, идет движушка. Город живенький такой, живенький, миленький, свежу я за светофорами, примолкаю. Где-то мне надо будет уходить налево надо подумать, где тут мне налево уходить. Заправочки, лукоилы есть. Заправлялась на интересном лукоиле, у него же цвета красные, а там был рыжий. То есть, то ли у них не было нужного цвета, то ли чего, был рыжий. Представляете? Давайте еще поднимем что-нибудь с улицы. С улиц города. Так-то я город типа уже посмотрела на новый аэропорт. Такая аэропорт, это что, круговое. Это я уже это видела, наверное, в Лагутанках. В смысле, такой круг. Интересно, может, здесь уже ездила? Сыкарно. Ага, какие здания там тоже понастроили. Сейчас покажем. Заценили? Какие большие. Такие громадные. Здесь большие. Ну, красивенькие. Что-то, думаю, это, наверное, спальный район или как получается. Так, все, в стройке, в стройке. Что-то недостроенное, что-то достроенное. Новых домов строится. Не скажу, что прямо сверх много, но строится, стройки есть. То есть, значит, 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 люди живут. Живут, не бегут. Интересно, чужой город. О, салихардцы ходят. Посмотрим на салихардцев. Милиция стояла. Так, держу, как-то неправильно. Сейчас буду держать правильно. Здесь говорю, что да, уже не так помпезно. Еще мне очень, я уж в каждом видео повторяю, очень нравится северные города, что у них цветные дома. Смотрите, видите, цветные домики? То есть, как-то у нас такого нет. Хотя у нас тоже долго лежат снега и невеселая картина, серая, да, за счет черно-белых цветов зимой. Но у нас, или я, может, не замечала, вот приеду домой и посмотрю, как у нас там с цветными домиками. Здесь их много, а у нас если есть, так так, случайные, наверное, экземпляры. Какие тут салехардцы тоже. Так, ну так-то это, большенький он, не сверхбольшой, я думала, он еще меньше. Ну, типа, одна улица центральная и все. А так, в принципе, вот едем, едем, едем и едем. Далеко едем. Так, ребятки, я, наверное, выключусь, мне надо найти мой дом. Так что, так что, благодарочка, что посмотрели. Если что, подписывайтесь на канал, буду рада. Пока-пока, из салехарда.